Сигнал о терпящем бедствии рыбаке поступил в пожарную часть поселка Мурмина из центрального пункта связи города Рязани в 9.20 утра 15 декабря. Спасатели сразу же выдвинулись на место происшествия. В этот момент на озере в поселке Аликаново уже вовсю разворачивалась борьба за жизнь тонущего рыбака. На помощь ему пришел еще один любитель подледной ловли, который только приехал на водоем. Я тоже зашел на лед, а он пошел дальше и посредине озера провалился. Я подбежал ему, забурил бур, привязал его к буру и побежал в деревню за людьми. Люди пришли, прибежали хорошо, отозвались, принесли веревку метров 30, лестницу и мы втроем вытащили его на лед. Рыбак среагировал, который помогал ему очень оперативно, не испугался. В первую очередь, что похвально, что у него были с собой средства спасения, это элементарная веревка. Он подошел, забурил бур рядом с терпящим бедствием человеком, завязал ему петлю на руку и привязал к буру, чтобы человек просто не утонул. По приблизительным подсчетам, пострадавший провел в воде 20 минут. После того, как его вытащили на лед, к месту происшествия первым подоспел пожарный расчет из Мурмина. Первую помощь ему оказали, люди сняли с себя куртки, чтобы его согреть. Потому что, знаете, вода холодная сейчас и переохлаждение человека может привести к смерти. Ребята, наши пожарные, взяли боевку и тоже украли боевку свою свою. То есть бывая одежда, которая у них находится в расчете. С начала нынешнего зимнего периода это уже второй подобный выезд для этого пожарного расчета. Для первичной помощи утопающему каждый пожарный автомобиль оборудован лестницей и другими спасательными инструментами. В расчете у нас находится спасательный круг, конец Александрова и спасательная веревка, пожарно-спасательная веревка, длина которой 30 метров. То есть эти все средства первичные мы применяем для спасения людей на воде. Сразу же после приезда пожарных на место прибыли спасатели, глава поселения, а затем и другие оперативные службы. В состав бригады спасателей обязательно входит медицинский работник. В их автомобиле имеется все необходимое оборудование для работы на воде и под водой, акваланги и специальная одежда, а также сухие вещи для потерпевших. Сразу спасатели его переодели в сухую одежду и посадили отогревать в автомобиль. После этого подоспевшая бригада скорой помощи доставила потерпевшего в Рязань в БСМП. Сейчас мужчина 49-го года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стоит сказать, что в любой чрезвычайной ситуации на воде все службы готовы немедленно реагировать на происшествия. Лишь только самим людям остается быть предельно внимательными, чтобы не оказаться в трудном положении. В последние дни в Рязанской области заморозков практически не было. Всем любителям подледной ловли нужно дождаться лучших времен. Я думаю, что рыбакам сейчас не стоит до мороза выходить на лед. Коло берега лед нормальный, а промоины есть посредине озера. Лед тонкий и промоины. Так что можно утонуть. На глубине лучше не ходить рыбакам. Так что я советую рыбакам пока придержаться до мороза. Главное управление МЧС России Рязанской области также в очередной раз напоминает, что лед становится крепким, когда его толщина составляет не менее 12 сантиметров. И даже в этом случае все рыбаки должны иметь при себе средства спасения. Хотя бы элементарные длинные веревки с грузом, чтобы спасти себя или товарища. Заряженный мобильный телефон и другие предметы, которые помогут сохранить вам жизнь. Например, нож или гвозди, которыми можно зацепиться за лед, чтобы выбраться из воды. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город».